Российские оккупанты продолжают вести наступательные операции по всей линии фронта. Активно задействуют для удара в авиацию. Украинские защитники сдерживают натиск войск РФ и наносят противнику значительные потери, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Треть всех боев сейчас происходит на Покровском направлении. Российские оккупанты тщетно пытаются вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций, в частности в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Тимофеевки, Калинового и Новоселовки-1. Силы обороны сдерживают натиск противника. На Торецком плацдарме захватчики атакуют возле Нью-Йорка. Также армия РФ активизировалась на Лиманском направлении, отметили в Генштабе ВСУ. Россияне атаковали украинские позиции вблизи Грековки, Невского, Макеевки и Тернов. Все боестолкновения завершились без успеха для армии противника. На Краматорском направлении захватчики совершили три безуспешных штурма вблизи Часового Яра, Григорьевки и Андреевки. Больших ударных группирований сегодня противник не имеет возможности направить на то или иное направление. Они растянули войска по всей линии фронта, 1600 километров. Поэтому действуют секторально. Вот сейчас уже концентрация Часового Яр, Бокровское, Торецкое направление. Часового Яра мы удерживаем, отрабатываем модели контрударов. Буквально вчера они нанесли несколько контрударов и улучшили свои позиции мы, а не они. Поэтому в данной ситуации есть перспектива дальнейшей нейтрализации и усилий по захвату Часового Яра. И самое главное, что там они несут очень большие потери. Россия, по оценке разведки США, пока не имеет достаточного количества живой силы для получения значительных территориальных достижений в Украине в ближайшие месяцы. В то же время для осуществления контрудара украинцам необходимы истребители F-16, поставки которых ждут в ближайшее время. Самолеты могут кардинально изменить ситуацию на поле боя, а также наносить удары по военной инфраструктуре России и, прежде всего, по аэродромам. Это F-16, который мы ждем. Также неделя, я думаю, что поступление будет. Это, конечно, не будет где-то объявлено официально, но в ближайшие недели, я думаю, что эти программы будут реализованы, потому что все условия и подготовка пилотов, инженерного состава, и аэродромов, и, соответственно, систему управления уже созданы. Поэтому этот эшелон самолетов высокого уровня технологического будет наносить удары как раз по таким точкам, где противник пытается пробивать наши силы. Это будет очень мощная нейтрализация, потому что мы будем уничтожать и самолеты, которые задействуют КАБ и АНТ. Проблема большая на каждом направлении, включая Покровская и, конечно, жилые кварталы различных городов, включая, например, Харьков или Волчанск. Тем временем в глубоком тылу российских оккупантов неспокойно. Дроны атаковали военный аэродром Ахтубинск в Астраханской области, электропостанцию в Ростовской области и нефтебазу в Калаче-на-Дону в Волгоградской области. Взрывы в Калаче-на-Дону прогремели утром. Пропагандистские СМИ заявляли, что было не менее 10 дронов. Летели БПЛА один за другим. А после начался пожар в районе нефтебазы. Диверсию устроили партизаны в Ростовской области. В движении «Атэш» заявили, что сожгли релейный шкаф на основной железнодорожной магистрали в регионе. Она связывает РФ и временно оккупированный Мариуполь. Этим путем российские войска транспортируют военную технику и личный состав в зону боевых действий. 1220 российских военных потеряла армия страны-агрессора за минувшие сутки. Как сообщает Генштаб ВСУ, общая цифра потерь захватчиков уже превысила 553 тысячи. Также украинские защитники за сутки уничтожили 7 танков, 19 бронемашин, 49 артсистем. Кроме этого, силы обороны сбили 29 БПЛА и 36 ракет. А также поразили 75 единиц специальной автомобильной техники и цистерн.